МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я Влад Чижов. И да, у меня обострённое чувство справедливости. Ты вот с девочкой ошибся серьёзно? Думал, что за девочку заступиться некогда? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблема у вас. Я нормально всё чувствую. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Ты пенсионеров обманываешь. Деньги у них последние забирай. По пути. Я знаю, как вычислить и обойти, для кого кидняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть проблемы? Будем решать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. В гости мне отказали почки. А вы точно верны, что творчание? Да. Но всё гораздо интереснее. Ты что, грубишь? Покупаем свиней, корм. По-моему, вообще шикарно. Не привил тебя, короче, в игру, да? Да. Ну и всё, я всё понял. Поехали. Сегодня загородная прогулка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай-ка его, в измельчитель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Любой опытный аферист будет прибалтовать дилетанта, что тот крутой инвестор. Главное, чтобы бабки были. Любой здравомыслящий человек не будет слушать эти масляные увещевания. А вот просточки верят и теряют деньги. Со мной связался Анатолий. Он решил инвестировать в фермерский бизнес. Инвестировал не очень удачно. Ни денег, ни продукции. Короче, я договорился с ним о встрече в парке. Буду перенимать опыт, как он так быстро достиг таких успехов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, я просто поесть не успел, вот пообедать, перекусить зашел. Вы будете? Приветствую, Анатолий. Нет, спасибо. Успеешь еще пообедать. Давай рассказывай, что у тебя случилось? Да банально хотел в бизнес вложиться. Ну, пять лет на одной работе, развиваться, а я все сижу на одной должности. Амбиции, короче, взяли вверх. Я стал смотреть эти мотивационные ролики, обучающие курсы в форумах, стал зависать, искать. И я там нашел фермера. А там на форуме говорят, вообще бизнес этот, свиней разводить очень хороший. Я там поискал, поискал. Но в основном фермеры, они дофига берут. А вот этот вот, Семен, он как раз пополам, прибыль, все дела я сразу смекнул. То есть он согласился пополам работать, а Семен, это, я так понимаю, твой партнер. Да, вот Семен Качалин, вот этот вот фермер. Покупаем свиней, корм, он их разводит, кормит и реализацию получаем. Так, если по деньгам, получается, 15 тысяч мы потратили на свиней, мы ездили, там, выбирали, потом приехали на ферму, он по-особой, как-то, ну, как-то по-особому их выращивает, у него свои технологии. А ты был у него на ферме, посмотрел условия, видел. Да, посмотрел, все хорошо, все хорошо, как бы, вот, 15 тысяч мы заплатили, купили этих свиней. Потом, что получается, по 5 тысяч я ему должен был переводить каждый месяц в течение полугода на корм. 30 тысяч, получается, то есть 15 отдал за свиней. 45. Всего 45. В сумме 45 тысяч. А какой выхлоп должен быть? Вот, а выхлоп, в районе 140, вот, где-то плюс-минус, по-моему, вообще шикарно. Ну, да, больше 90 тысяч. Вот, я подумал, очень хорошие деньги, как бы, я инвестор, а он с чем-то занимается. Ты официально с ним как-то договорился или просто на словах? Нет, нет, документы все были, там, вид, книжка на корм, на реализацию свиней, все как надо. Понятно. Все законно, все. Ты мне скажи, а почему у вас бизнес-то с этим Семеном не заладился? Ну, в принципе, нормально все было, но, в общем, за два месяца до реализации этих свиней, приезжает он ко мне и говорит, грустный такой, говорит, есть что выпить. Ну, я ему налил, он выпивает, говорит, все пропало. В смысле, в смысле, все пропало. Он говорит, очаг африканской чумы свиней в нашем районе, где эти свиньи, выявлен, детка теперь, рост, рост, рост на сбор, хочет это вот, по радиусу 20 километров, всех свиней надо утилизировать. Мы как раз попадаем. Так что все, в общем, вот. Так, ну, вообще, на самом деле, есть такая беда у фермеров, если какая-то, допустим, эпидемия, то действительно животных утилизируют. Он тебе какой-то документ показывал, как вообще все... Да, 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 вот он. Держите. Да давай, я возьму, читаю. Вот, в общем, это... Вот, и как раз это, Россельхознадзор, вот он, бумажку эту, акт утилизации свиней. Ну, все, говорит, в общем, мы ни с чем. А у нас же форс-мажор по договору-то, у нас два договора. Вот, и он мне говорит, типа, давай это... В общем, есть возможность как-то урегулировать этот вопрос. Я там, ну, я знаю там людей, кому можно пойти. В конце концов, я там ножки там покланяюсь, там есть чё, подмажу кого. Говорит, ну, прикол, говорит, в том, что потерял я свой этот договор. Экземпляр свой договор. Экземпляр, да, потерял, дай мне свой экземпляр. Ну, я как на белом глазу даю ему, да, набери. А он мне еще, главное, говорит, напиши мне бумажку доверительную вот эту, что ты... Что я теперь буду, как бы, твои вот эти... Как же, как она называлась? Интересы представляете? Да, вот, интересы представляете, вот эту бумажку. То есть ты дал доверенность? Да, вот, доверенность. Я написал. И после этого что произошло? Всё. Он мне звонит, говорит, извини, ничего не вышло. А я тебе, получается, у меня бумажка, ни хрена не докинула на меня, вот всё. А с чего ты решил, что он тебя кинул? Вот. В том-то и прикол. Я захожу на этот форум. Ну, смотрю там, может, что-нибудь еще найти, в конце концов. И смотрю, вот этот Семен Качалин снова разместил свое объявление. Я думаю, ну, отлично, сейчас позвоню, может, там, ну, первый, блин, седоком, там, есть шум, в конце концов, уже партнеры, знаем друг друга. Звоню, типа, давай, как бы, начинаем заново. То есть ты еще готов был денег дать, да? Ну, да, конечно, мужик-то хороший, в принципе, как мне казалось поначалу. Я ничего не видел, а вот, и одним словом, я ему звоню, говорю, давай, там, беру им кон, да, начнем. Он говорит, а я все, говорит, нашел инвестора. Ну, я расстроился сначала. Не принял тебя, короче, в игру, да? Да, это обидно, и говорит, а я такой думаю, да ну, что-то, и чувствую, не то что-то. Потому что разместил там, ну, буквально минут 10 еще сразу инвестора нашел. Нет, так дела не делаются, я чувствую, что-то не так. Я звоню другу, говорю, даю номер, давай, звякни этому. Он звонит, и что, я говорю, а да, да, ищу. Ну, и все, я все понял. Халявщик, просто он за мои деньги, вот этих свиней, он растил, кормил за мои барыши, которые я заработал. В общем, Влад, тут помогите, пожалуйста, я хочу вернуть свои заработанные деньги кровно, потому что, ну, несправедливо это как-то, честь слова. Анатолий, ты можешь мне вот этот документик оставить? Да, конечно. Ты говоришь, что объявление еще действительное, и твой друг дозвонился до этого Семена. Ты можешь мне скинуть ссылку на это объявление? Да, сейчас, конечно. Ссылку, что угодно, что надо, я все скину. А у тебя что осталось-то, если договор? Веткнижка вот на корма, на утилизацию, на выращивание. Ты фотографировал, делал копии, да? Да, все документы есть. Давай, отправь мне копию этой Веткнижки. Так, все, объявление есть. Ага. Все, и договорчик есть. Да, все есть. Давай сделаем вот как. А денег нет. Давай сделаем вот как. Мне нужно время для того, чтобы с этой ситуацией разобраться. Будут у меня новости, я с тобой свяжусь. Спасибо большое. Давай, успеешь пообедать. Пока. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, попробуем дозвониться этому фермену. Сойду я за инвестора. Да, алло. Алло, здравствуйте, это Семен? Да. Меня Валера зовут. Я тут объявление увидел на форуме. Вот вы инвестора ищите. Я бы вот хотел поучаствовать. Да, ищу. Че, как нам поступить-то? Где встретимся? Хорошо, приезжайте в любое время. Угу. Адрес запишите. А можно вот не записывать? Вы не могли бы мне вот смс-очка отправить? Хорошо. Я сам-то приехать не смогу. Короче, я на работе все время занят. А товарищ мой, Михаил, вот, он приедет, там все посмотрит. Ну, если все нормально, то и мы вложимся. Хорошо. Пусть приезжает, только не в ночи. Все, договорились, жду смс-ку с адресом. Все, до связи. Ну, вот как-то так. А мы поедем с бумажками поработаем. Надо реально установить, был ли факт вот этой вспышки африканской чумы свиней. Если да, то Российхознадзор на вполне законных основаниях действительно может обязать фермеров утилизировать животных. Но Семен мог схитрить, он мог припрятать свиней. Но тогда возникает другая проблема. Свиней-то они покупали официально, с ветеринарной книжкой. И если было постановление об утилизации животных, значит, ветеринарная книжка будет аннулирована. Но тогда пристроить в продажу этих свиней будет невозможно. А сожрать такое количество будет проблематично. Со мной связался Анатолий. Он решил инвестировать в фермерский бизнес. Покупаем свиней, корм. Он их разводит, кормит. И реализацию вот получаем. Он говорит, очаг африканской чумы свиней в нашем районе медицине. Товарищ мой, Михаил, приедет, там все посмотрит. Ну и если все нормально, то мы вложимся. Здравствуйте. Я Михаил. Семенович, приятно. Ну, пойдемте смотреть. Пойдемте. Красота. Здесь, короче, считаю, это приятный свинарник, чтобы... Зимой как? Да, чтобы с виньем было хорошо. Здесь пока еще работа не все закончена. Здесь пока свиней нет. Нет свиней сейчас? Да, это с товарищем, я как понял, вы планируете это все сделать? Да, я с напарником работаю, мы вместе будем. Миша получил задание выяснить, как дела в этом фермерском хозяйстве. Ну и повесить парочку камер. Должны же мы понаблюдать за работой этого фермера. Ну что сказать? Фермер провел экскурсию по участку. Он показал, как выращивает свиней, показал хозяйство. Штук 10 нужно, чтобы было нормальное преработа. Выхлоп, чтобы было все нормально. Штучек 10 меняло, да. Да, да, да. Вместе поедем, выберем, чтобы они были привиты, кастрированы. И хорошо бы покупать ландрас. Почему? Потому что он, в принципе, хорошо идет на бекон. Угу, отлично. Понимаете? Я люблю. А кто же его не любит? Ладно, хорошо. Ну, дайте мне пару дней подумать тогда, и я вам наберу. Договорились. Стало ясно, что Семен очень неплохо разбирается в теме. Но, к сожалению, я очень быстро убедился, что этот чувак все-таки аферист. Вы это слышите? Хрюшки-то проголодались, и этим выдали своего хозяина. А ведь еще совсем недавно Семен утверждал, что никаких свиней на участке нет. Здесь пока свиней нет. Нет свиней сейчас? Да. Ну, что сказать? Соврал. Более того, я покопался в отчетах Россельхознадзора и выяснил, что никакой африканской чумы свиней в месте, где расположена ферма Семена, не было и близко. Ну и, наконец, я пробил по номеру постановление об утилизации свиней. То самое постановление, которое Семен дал Толе в качестве подтверждения того, что животные уничтожены. И что вы думаете? Все это постановление – чистой воды подделка. Короче, Семен тупо слил Толика, навешав ему лапши на уши. Конечно, я не был уверен, что именно эта свинья на 50% принадлежит Толику. Для того, чтобы расставить все точки над «и», нужно получить доступ к документам на всю эту живность. Для этого я отправил к Семену Олега под видом сотрудника фермерского магазина. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я представитель торгового дома «Фермерские продукты». Мы у вас тут магазинчик через месяц где-то открываем. У нас как бы все позиции вот закрыты по продуктам. Но вот одна открытая – это свининка. Парна, если хотите, мы могли бы с вами посотрудничать. Ну, вы знаете, в принципе, уже есть договоренность с свиньей. Но если мы садимся по деньгам, то я бы мог пересмотреть свое решение. Ну, я думаю, мы договоримся. А можно гляднуть? Ну, давайте, пойдем покажем наше хозяйство. Да, покажите животинки. Так, вот здесь мы и живем, кормимся. Так, и все здесь. Как говорится, размножаемся. Здесь вот у нас тоже красоточка. Да, вижу. И здесь она красавица. Скажите, а документы есть какие-нибудь? Сертификат там и так далее, и тому подобное. Да, конечно. Сейчас, одну секундочку. Да, если можно. Я бы взглянул. Ух! Мы сравнили номера с ветеринарных паспортов, которые Семен показал Олегу. И выяснилось, что именно этих свиней Толик вместе с Семеном покупал полгода назад. Короче, нам осталось надавить просто на этого прохиндей и прекратить этот цирк. Ребята, кто на связи? Прямо вот. Ребят, скиньте метку Сереге, он готов уже выехать. И прихватите с собой Толика. Прямо. Ну все, ребят, факуйте свои камеры. Поехали. Сегодня загородная прогулка. Толик не в состоянии. Контролировать ситуацию, потому что не удосужился разобраться в этом бизнесе. А уж тем более он не в состоянии защитить свои инвестиции. Ведь для этого нужно было провести хоть какую-то работу. Ведь можно же было за короткий срок выяснить о том, что документы ему подсунули, фуфловые. Что на самом деле он мог абсолютно по закону отстоять свои интересы, написав заявление в соответствующие органы. Нет, Толику было проще обратиться к другому человеку. Нажать волшебную кнопку Влад. Серега, выйди на связь. Связь у вас. Все, давай встречаемся у входа. Тут недалеко стою. Сейчас подойду тебе. Так, ну что, для начала больших камер не нужно. Я пойду с Барсиком. А вы тогда подходите с заявителем. Здорово. Здорово. Ну что, пойдем поинтересуемся, как там у фермера хрюшки поживает. Пойдем. Покупаем свиней, корм по 5 тысяч. Я ему должен был переводить каждый месяц в течение полугода на корм. Очаг африканской чумы свиней в нашем районе, где эти свиньи. Все это постановление, чистой воды подделка. Здорово. Ну что, пойдем поинтересуемся, как там у фермера хрюшки поживает. Семен Валерьевич. Семен Валерьевич. Да, собственно, как раз. Здравствуй, здравствуй, дорогой. А мы из Роспотребнадзора. У нас на руках актик один имеется. Вот, пожалуйста. Об утилизации свиней написал нам человек. Анатолий его зовут. И сказал, что вроде по акту свиньи утилизированы. А у нас подписи нет. Нет выполнения работы. Акт-то не выполнен. Может быть, у вас какая-то ошибка там. Или у вас какая-то ошибка. Вот акт есть, а утилизации нет. Свиньи были? Свиньи были. А утилизированы? Ну... Вот у нас в акте написано, что нет. А значит, тактик нужно выполнять. Работу-то надо делать. За нее уже заплачено. Сейчас что-нибудь утилизируем. Да, Сереж, давай его, наверное. Давай-ка его в измельчитель. Что вы делаете-то, е-мое? Давай-давай-давай. Сюда. Вот сюда, башкой. Сейчас дожди, я включу. Ну... Да сейчас я все обьячу вас. Что вы делаете? Е-мое. Объясняйся, Семен. Ты своего инвестора обманул. Не пойму нифига. Вот, сейчас все выясним. Да не дергайся, Семен. А вот и Анатолий. Чего? Чего? Чего за камерки? Тихо, 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 тихо. Анатолий, спокойно, спокойно. А я тебе сейчас все объясню. Меня зовут Влад Чижов. Я работаю на телевизии и снимаю проект. На канале что? Называется Решало. Это проект о мошенниках. Вот ты, Семен, ты мошенник-то и есть. Что, Семен, не так, что ли? Ты зачем человека в блудную вел? Зачем ты ему рассказывал то, чего нет? Поделиться не хотел? Ну, он тоже не все же так выполнял. Он же тоже не вовремя деньги дал. Только зарплату не платили. Да, а ты им объясни, я не жрать хотел. Как ты сходи не объяснишь? Хорош, а? Ну да. Тебя неделю не покорми. Ты вообще на стенку полезешь. Короче так, деньги он, может, и платил тебе не вовремя. Но ведь платил же. Платил. Может, Анатолий, конечно, и не самый опытный инвестор, но он тебя не обманывал. А ты его обманул. Ты сейчас объявление дал. Ты что, сейчас новых инвесторов будешь обманывать? Снова будешь придумать истории про моровую язву, про чуму или то, что у тебя свиней инопланетяне утащили? Да, так будешь делать? Да какой? Все это вообще... В общем, слушай меня внимательно, Семен. Бабки тебе придется отдать. Он тебе 45 перечислял, значит, 45 и отдашь. Но если я узнаю, что ты какого-нибудь инвестора кинул и придумал сказочную историю, приедет Сережа и отправит тебя в измельчитель. А мы тебя получим вот здесь, понял? По частям. Услышал? Услышал. За бабками метнулся бегом. Давай, падла, ищи деньги. А почему не 95? А я тебе объясню потом на выходе. Падла. Вот у кого взял, тому и возвращай. А ты пересчитай. 45. В общем, так. Ты меня услышал, я тебя предупредил. Еще раз обманешь кого-нибудь, выдерну ноги и отправлю в измельчитель. Все. Влад, спасибо большое. Ну, хоть на этом. Хоть на этом? Да, ну, 95 тысяч, как бы хотелось от этого падла-то отжать все-таки. Ну, действительно. Толь, ты меня ни с кем не спутал. Может, ты думаешь, что я какая-нибудь служба одного окна при МФЦ? Что значит, хоть на этом? Я тебе решил вопрос по справедливости. Или не так? Или ты там сильно интересовался этим хозяйством и вовремя платил деньги? Нет. Но это не главное. Главное другое. Ты для того, чтобы отстоять свои интересы, палец о палец не ударил. Вот я за 15 минут выяснил, что этот акт постановления об утилизации скотины – это подделка. За 15 минут. Ты не мог этого сделать? Если бы у тебя на руках был такой аргумент, ты бы мог бы разговаривать со своим фермером по-другому. Да. Что ты сделал для того, чтобы отстоять свои интересы? Ничего. Ничего. Ты просто нажал на кнопку «Влад», и за тебя все решили. Более того, нужно было покопаться в интернете, посмотреть законы. Оказывается, если бы скотина пала или ее пришлось утилизировать, тебе полагается выплата. Так что бери, сколько вложил в это хозяйство, и без прибыли, считай, уроком тебе будет. Да, да, хорошо, спасибо. Спасибо, но, может, подвезете меня просто-таки. Вон, видишь, остановочка, там маршрутка. Будь здоров. Пока. Спасибо большое. Давай, спасибо тебе. Давай, спасибо. Основной принцип инвестора дал бабок и забыл. Но только в том случае, если ты в состоянии контролировать ситуацию и защитить свои инвестиции. Разве Толик из этих людей? Нет, конечно. А вам я хочу дать такой совет. Если вы работаете, и у вас завелись лишние деньги, и вы решили их инвестировать, держите в голове важную мысль о том, что дилетант – цель номер один для любого мошенника. Вот как-то так. Смотрите далее. Крустины отказали почки. Они травят людей. Ну-ка, Крустины, не знаю. А вот еще верно, что это ваш чай. Да. Но все гораздо интереснее. Ты что, крупичный? Мы все вернем на копеечку. А вы знаете, что по городам нашей страны ходит огромное количество терминаторов? Это люди, которые продают не сертифицированную косметику, БАДы и прочие добавки. Вся эта продукция содержит иногда токсины, которые могут быть для человека опасны. И вот продавцы узнают о том, что они продают всякую ерунду только после того, как несчастье уже случилось. В такую историю попала одна моя подписчица Лида. Она продавала чай для похудения, а в результате одна из ее покупательниц оказалась в инвалидном кресле. Сейчас едем к Лиде, будем разбираться в этом деле. Лида, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Проходите. Где можем пообщаться? На кухне, наверное, давайте. Проходите. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Может, чай? Нет, спасибо. Чай не нужно. Давайте по делу. Рассказывайте, что у вас случилось. Ну, смотрите, я в очередной раз пошла к моей покупательнице Кристине. Она мне позвонила и заказала еще одну пачку чая. Еще одну? То есть она до этого уже приобретала? Да. Прихожу на квартиру, и меня застает такая картина ужасная, которая меня повергла просто в шок. Кристина сидит на инвалидном кресле. Она рыдает. Одна начала меня сразу обвинять. Тут же рядом стоит адвокат Никита Калинин. Он меня сразу начал называть преступницей. А в чем обвиняли-то? Ну, вообще, они провели исследование самой Кристины, и пачку чая также сдали в лабораторию. И оказалось то, что чай содержит вредные вещества, яды. Они повлияли на то, что у Кристины отказали почки. Ну, это все как бы неприятные, конечно, обвинения, но неплохо было бы их подтвердить какими-то документами. Они что-то показывали, и то, что Кристина заболела именно из-за этого чая. Есть какие-то там бумаги? Документы есть, но мне их не дали. Не дали. Понятно. И вы считаете, что все эти беды произошли исключительно из-за чая? Ну, конечно же, из-за чая. Из-за чего же еще? Понятное дело, что вот эта компания, Детель Климата, меня обманула. Они продали мне контрафакт, поддельный чай. Теперь у меня куча проблем из-за этого. Ситуация, конечно, неприятная. Я так понимаю, почти скандал был. Ну, вообще, да, Кристина, она на меня постоянно обзывала, меня орала. Адвокат на меня тоже как-то наезжал постоянно. Сказал, что выбирай, либо ты оплачиваешь лечение, либо тюрьма. То, что это уголовное дело. Тем более, что адвокат еще сказал, что мы из доказательства, то, что именно я продавала Кристине чай. Я, конечно, была в шоке, и я решила заплатить. Да, практически в клеще тебя взяли. Ну и что? О какой сумме идет речь? Ну, они попросили 350 тысяч. Ну, естественно, у меня таких денег нету. И адвокат сразу сказал, что надо срочно платить. Ну, и мы вместе пошли, взяли кредит. Они написали расписку, то, что Кристина не имеет претензий никаких. И деньги ей отдала. И эту расписку ты взяла, да? Расписка у меня есть, да. Так, ну, давай подведем небольшие итоги. Значит, есть документы, которые подтверждают болезнь Кристины. Есть документ, который подтверждает, что в чае есть как бы токсины. Но при этом этих документов тебе на руки не дали. Есть подозрение, что продали какой-то контрафакт именно в этом климите, правильно? Да, они мне подделку всучили. Я ведь заходила на сайт, там все отлично, все хорошие отзывы. Ничего плохого не написано, понимаете? Дело в том, что это вот эта вот фирма, это дистрибьютор фирмы. Понимаете, они мне продали контрафактный чай. Они травят людей. Я вообще не представляю, как вот это можно. Ты пыталась как-то связаться с вот этим дистрибьютором? Ну, разумеется, я обзвонилась этому Борису Сергеевичу. Он не берет трубки. Я звонила ему сто раз. Потом я пошла уже на эту фирму. Прихожу, все закрыто. Пошла у соседей, спросила. Соседи говорят, что они съехали. Никаких телефонов не оставили. А ты вот когда взаимоотношения свои с этой фирмой, дитя Климит, это оформляла, у тебя какой-то договор есть, или ты там покупала по накладной этот чай. Да, у меня есть накладная. Можно взглянуть на нее? Сейчас. Круто. Есть расписка и накладная. Это расписка, которую дала Кристина? Да. А вот накладная на 10 пачек чая. Здесь как раз реквизиты есть. И в расписке данные Кристины есть. Так, неплохо было бы с собой иметь еще пачку чая. Случайно не осталось? Чай есть, да. Не могли бы дать в качестве образца? Сейчас, минутку. Вот у меня как раз одна пачка осталась. Мне нужно время разобраться. У меня будут новости, я с тобой свяжусь. Хорошо? Спасибо вам. Миша, слушай, короче, надо съездить с производителя вот этого чая. Здесь все адреса указаны, и поинтересоваться, это их чай или подделка. Хорошо. Ну, откройся, скажи, программа решала. Хорошо. Если компания честная, скрывать им нечего. Окей. Так, а мы поедем к Кристине. Кристина вместе с адвокатом предъявила Лиде вполне серьезное обвинение. Тяжкий вред здоровью. Но при этом документы не дали. Я думаю, что у нас есть право поинтересоваться этими документами, экспертизой на чай, результаты обследования Кристины. Деньги Лида заплатила немало, и поэтому я думаю, что основания у нас поинтересоваться есть. Тем более адресок Кристины указан в расписке. Поехали. Так, ребята, давайте без больших камер. Я возьму Барсик, и Паш подстрахует меня с телефоном. Здравствуйте. Вы Кристина? Нет. Извините, пожалуйста, я вот Кристина. Вы не знаете, кто Кристина, а вы кто здесь? Я снимаю квартиру. Подождите, то есть вот я Кристина, мне скажут, что она здесь живет. Нет, я вчера я сняла эту квартиру, она посудочно сдается. Никакой Кристины не знаю. Извините, пожалуйста, я не знал. Извините. До свидания. Видишь, какой расклад интересный. Оказывается, Кристина указала левую прописку. То есть, видимо, девице есть что скрывать. Именно поэтому она Лиде документы на руки не дала. Ну ничего, зато у нас есть номер паспорта. Надеюсь, что он не липовый. Алло. Феликс, здорово, дружище. Привет, Влад. Слушай, там в общей папке лежит фотография расписки. Вот там указан номер паспорта. Пробей, пожалуйста, и выясни реальную прописку этой Кристины. А ты можешь мне скинуть адресочек в общую папочку? Ага, спасибо, дружище. Ну вот как-то так. Дима, выйди на связь. На связи, Влад. Дим, там в общей папке лежит адресок от Феликса. Это реальная прописка Кристины. Миша сейчас в отъезде. Когда он вернется, метнитесь с ним туда и установите за квартирой наблюдение. Я хочу понять, Кристина проживает по адресу или нет. Принято. Сделаем. Поехали. Ну что, подведем некоторые итоги. Лида брала чай на реализацию у директора некой компании-дистрибьютора. При этом среди ее клиенток была некая Кристина, которая под видом очередной покупки заманила ее в квартиру. А вот там с неким адвокатом Никитой Калининым вымогали у нее деньги. Они предъявили ей какие-то экспертизы, справку о испорченном здоровье. Короче, Лида потеряла 350 тысяч. Скажите, пожалуйста, от вашего чая когда-нибудь были побочные эффекты? Там какие-нибудь проблемы с почками? Ну нет, ну что вы. Если применять его в назначенной дозировке, и если нет никаких противопоказаний, то никаких проблем со здоровьем быть не может. На всякий случай я тоже отправил чай на экспертизу. На этот раз в независимую лабораторию. И вот такие результаты я получил. Чай абсолютно безвредный. А значит, вероятность того, что Кристина и адвокат Никита – мошенники, очень высока. А вы точно верны, что это ваш чай? Да, мы клеим специальному килограмму, который позволяет отличить потребителю контрафакт от настоящего чая для похудения. Единственный верный шаг, который сделала Лида, это то, что она сверила номер паспорта Кристины с номером, который указан в расписке. Это позволило нам определить реальное место регистрации Кристины и установить за ней наблюдение. Здравствуйте. Садехника звали? Нет. У меня все нормально. В избежание досадных недоразумений фотку этой девицы я отправил Лиде. И она опознала – это Кристина. Как видите, девушка ходит на своих двоих. Все у нее хорошо. Со здоровьем, по-моему, тоже неплохо. Но это еще не все. В тот же вечер к этой девушке Кристине заявился какой-то мужик. Поначалу я подумал, что это адвокат Никита Калинин. Фотку отправил Лиде. Но это не он. Она его не опознала, как адвоката. Но все гораздо интереснее. Это Борис Сергеевич. Тот самый дистрибьютор, у которого Лида брала чай на реализацию. Видите, какая интересная история. Понятное дело, мои ребята глаз не спускали ни с Кристиной, ни с Борисом Сергеевичем. И слежка дала результаты. Буквально 10 минут назад Кристина встретилась с каким-то мужиком. И этот мужик притащил с собой инвалидную коляску. Я больше чем уверен, что этот мужик и есть тот самый лжеадвокат Никита Калинин. Но на всякий случай фоточку Лиде я отправил. И что вы думаете? Бинго, она его опознала. Это он. Раз этот адвокат притащил инвалидную коляску, значит, на 100% он в этом доме арендовал квартиру. А значит, вместе с Кристиной они опять будут разыгрывать спектакль. И сейчас появится очередная жертва. Дима, выйди на связь. На вперед. Дим, скинь, короче, Сереге, координаты этого Бориса Сергеевича. Скажи, пусть он его вяжет. Приятного. Все, и мы, ребят, поехали. Крустины отказаны почки. Ну, конечно же, из-за чая. Они продали мне контрафакт. Сантефаник вызывали? Как видите, девушка ходит на своих двоих. В тот же вечер к этой девушке Кристине заявился какой-то мужик. Это Борис Сергеевич. Тот самый дистрибьютор, у которого Лида брала чай на реализацию. Буквально 10 минут назад Кристина встретилась с каким-то мужиком. Скинь, короче, Сереге координаты этого Бориса Сергеевича. Скажи, пусть он его вяжет. Дима, выйди на связь. Как у нас дела? Все тихо. Квартиру пока никто не находил. Все, принял. Отлично. Значит, будем знать, когда придет новая жертва. Ну, остается только подождать немножко. Слушай, а ты что-нибудь разделе мусора в курсе, нет вообще? Слышал? Я что-то не понял. Я же что-то нарушил. А ты что, грубишь-то? Ну-ка, иди сюда. Влад, пассажир упаковал. Готовы к операции. Все, принял. Ну, опять, наверное, по частям привезет. Ладно. Влад, Влад, девушка какая подходит в квартире, посмотри. Вижу. Это, наверное, новая жертва. Здравствуйте. Думаю, минут 10 на весь спектакль уйдет. Так что надо уже подтягиваться. Миша, выйди на связь? Да, на связь, Влад. Я поднимаюсь к тебе. Встреть меня на этаже. Хорошо, жду наверху. Так, больших камер не нужно. Паш, подстрахуй меня с телефоном. Все, работай. А вы, молодой человек, адвокат. Здравствуйте. Че? Ну, покажите, что я веке. Сейчас я вам все объясню. Девушка, успокойтесь. Как вас зовут? Даша. Миша, подбери, пожалуйста, мусора. На самом деле, в вашей жизни началась белая полоса. Пойдемте в одну квартиру зайдем. А, Кристина, здравствуйте. Вот сейчас, Даша, послушайте внимательно. Вот эти два урода только что хотели вас кинуть. Они хотели на вас повесить кредит. На самом деле, никакой мусор не адвокат. И, кстати, продавец чая тоже мошенник. Он с ними вместе в шайке. Что происходит вообще? А я тебе все объяснил, Кристина, что происходит. Просто вы мошенники, и я об этом знаю. Так, молодец, конечно, молодец. Видите, что-то случилось? И ножки опять заработали. Да, заработали. Ты еще докажи это все. Да вы совсем обалдели, что ли? Вы меня на кредит хотели? И вообще, вали отсюда. Вот все, вали отсюда. Развлеклось, вали отсюда. Да гореть и ноги все тоже вали. Даша, Даша, идите, просто ищите хорошую работу. Миша, забирай этого чувака, короче. Пойдем, пойдем. Разговоры. Я не пойду, руки, руки. Ну, у тебя там проблемы с... И мы сейчас их и решим. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай. Стой, не поедешь. Куда я никуда не поеду. Давай, давай, давай. Так, а ну-ка всем тихо. Я сказал тихо всем. Сейчас будем удалять почечку и пересадим вашей больной подруге. Так, интернет предлагает нам подготовить больного. Выяснить, есть ли у нас аллергия. Я думаю, это не важно. Пропустим этот пункт. Что, страшно? А деньги у девушки было воровать не страшно? 350 тысяч повесили. Кредит, а? Мы все не вернем, копеечки не надо. Готовы бабки отдать? Да, да, мы все отдадим. Все деньги. У Кристины деньги. Сережа, отстегни ее, пожалуйста. У Кристины деньги. Так, все, не трясись. Не трясись. Телефон с собой. Вот это номер счета. Бегом, переводим 350 тысяч. Можешь подбить? Не надо еще. Пожалуйста. Так, молодец, перевела. Нет, для вас только все начинается. Ребята, заходим. Всем сидеть. Значит так, объясняю. Меня зовут Влад Чижов. Снимаем проект Решала про таких, как вы. Я вам даю время до утра составить список всех, кого вы кинули. И по списку всем вернуть деньги. Понятно? Если не сделаете, я ваши органы между собой перемешаю. И еще из магазина ливер добавлю. Все ясно? Время до утра. Сергей, Олег, работайте. Работаю. Легко. А, не да. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Лида, здравствуй. Ты на громкой связи. Говори. Здравствуйте, Влад. Вы представляете, мне тут деньги пришли. 350 тысяч. Лида, это ваши деньги. Оказалось, что и Кристина, мошенница, и адвокат, и продавец чая. Это вся одна большая шайка, которой вас просто обманули и повесили на вас кредит. Вы знаете, дело даже не в деньгах, а просто здорово, потому что люди, которым я продавала чай, они все живы и здоровы. Это очень круто. Спасибо вам огромное. Лида, все хорошо. На самом деле, чай, который вы продаете, он нормальный. Продолжайте свой бизнес, просто будьте поосторожнее. Спасибо. Все, до свидания. С каждым может произойти такая ситуация, и неважно, по бизнесу или просто в жизни. Если вам предлагают для решения вопроса заплатить компенсацию, вы должны проверить все, каждый документ. Вы имеете на это право. И только после того, как вы все проверили, принимайте решение. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok